Верующий Фома Конечно, оно взято из Писания Мы вот посмотрим с вами, как описывает Иоанн В 20.29 говорится Когда Иисус сказал ему Ты поверил, потому что увидел меня Блажены невидевшие и уверовавшие Я часто слышу, я думаю, вы тоже слышите Когда кому-то что-то рассказываете и говорят Пока я не увижу, я не поверю Но когда ты увидишь, зачем верить? Уже видишь, что там верить? Уже видишь, уже щупаешь Вера дорога тем, что ты не видишь, а поверил Вот в чем она вера называется Но когда ты уже увидел, когда ты уже пощупал Иисус это верой не называет Вера — это вот то, что Петр поверил и пошел Внутренность должна услышать А такую веру Иисус, знаете, как обличил? Он сказал, не будь неверующим, но верующим Вот отсюда и пошла эта поговорка Неверующий Фома Потому что Иисус сказал, не будь неверующим Это неверующий, который хочет пощупать И почему сказал ему так Иисус? Потому что он слышал Как Фома говорил Пока не пощупаю, пока палец не вложу Не поверю Все ученики, все апостолы ему говорили Мы видели, он приходил Но сердце Фомы в тот момент было закрыто Он не услышал сердцем, понимаете? Не мог поверить Пока не потрогаю, не пощупаю плоть Не поверю Плотью человек всегда рассуждает логически Но духовные вещи плотью не понимают Потому что духовные вещи никакой логики не подаются Понимаете? Их надо всегда воспринимать верой Как мы воспринимаем Бога? Верой Многие говорят А покажи нам Бога Где Бог? Да вот тут Да вот тут Да вот здесь Он везде Но это нужно верой Увидеть, услышать Даже можно осязать Поэтому не все могут вот так вот верить У кого закрыты глазки внутренние У кого ушки закрыты Не видят и не слышат Я, конечно, могу согласиться Что не всему надо верить И не всякому Духу надо верить Это сто процентов Но я вам скажу Те, которые идут открыто пред Господом Дух Божий говорит Дух Божий свидетельствует Духу нашему Откуда вы знаете, что вы спасены? Почему у вас такая уверенность? Почему вы верите? Потому что Дух Божий свидетельствует И так всему Дух Божий свидетельствует Только не все слышат Его свидетельства Когда мы имеем отношения с Богом Мы начинаем слышать Его свидетельства Очень ясно Это называется водительство Духом Божьим Тогда мы уже двигаемся За этим свидетельством От Духа Божьего Но я хочу прочитать Вот этот печальный случай про Фому Иоанна 20, 24, 29 Когда Фома сказал Один из двенадцати Называемый Близнецом Не был тут с ними Когда приходил Иисус Другие ученики сказали Ему Мы видели Господа Но Он сказал им Если не увижу на руках Его ран от гвоздей И не вложу перста моего в раны от гвоздей И не вложу руки мои в ребра Его Не поверю После восьми дней опять Были в доме ученики Его И Фома с ними Пришел Иисус Когда двери были заперты Стал посреди них и сказал Мир вам Потом обращается к Фоме Подай персту сюда И посмотри в руки мои Подай руку твою И вложи в ребра мои Не будь неверующим Но верующим Фома сказал ему Господь Господь мой Бог мой Иисус говорит ему Ты поверил Потому что увидел меня Блаженны невидящие И уверовавшие Что мы видим? Похвалил Иисус Фому Вот такую веру Иисус оправдывает Когда человек Перестраховывается Перестраховывается Как по-вашему Иисус Оправдывает Такую веру Вы знаете Я очень сожалею Многих Все-таки Нет такой веры Как у Петра Многие похожи На Фому Я часто встречаю Когда говорят Что А где написано Покажи Покажи Где написано Если не покажешь Я тебе не поверю И это верующие люди Называются Они не слышат Духа Божьего К сожалению У них чувства Навыка Мне приучены К развлечению Добра и зла Тогда свою веру Ты нащупываешь Понимаете Нащупывая Двигаешься Верой Плотским умом Если не увижу Если руку не вложу Если раны не покажешь За нее не поверю И от этого Человек постоянно Живет в сомнениях Ты будешь говорить им Будешь от Духа Божьего Говорить Будут смотреть И ничего не увидят И не услышат Потому что Нету этого навыка Не слышат Духа Божьего Да, я понимаю Что нужно Проверять От Духа Божьего Или нет Но это же Сердце проверяет Это же наше сердце Должно знать Голос Духа Божьего А не так Что каждое слово Докажи ему Каждое слово Докажи Каждое слово Докажи Если внутри тебя Нет свидетельства Никогда не докажете Я думаю Вы тоже убедились В этом Что пытались доказывать Но это недоказуемо Если нет Внутри свидетельства Но мне нравится Вера Петра Она совершенно Другая Он верил Сердцем Не умом А сердцем Ему не надо было Постоянно Искать Подтверждение Его вера Исходила из сердца И вы знаете Как Иисус Охарактеризовал Его Эту веру Он очень красиво Ее охарактеризовал Он сказал Блажен ты Петр Потому что Не кровь и плоть Тебе это открыли А Отец Мой На небесах Вот понимаете Бог живой Отец На небесах Открывает И почему Потому что Он шел Вот так Сердцем Шел сердцем Вы знаете Из всех учеников Он единственный Не побоялся Никого Когда Иисус Просил За кого Меня принимают Он не стал ждать Пока вот Большинство Скажет И Он присоединится Как некоторые За большинством Он сам сказал Сразу Потому что В сердце Он знает Может даже Ни на чем Так не основывается А сердце Знает Вот я хочу Прочитать Это место Вам Матфея 16 15 19 Мне очень хочется Чтобы эти места Вас тоже вели Чтобы были бы Петрами Итак Он говорит им А вы за кого Почитаете Меня Ну да Вот люди Почитают За Илью За еще Вы за кого Меня Почитаете Симон же Петр Отвечая Сказал Ты Христос Сын Бога Живого Даже не задумывался Не говорится Что другие ученики Тоже что-то сказали Но Петр Сразу сказал Потому что Он сердцем Это чувствовал Тогда Иисус Сказал ему В ответ Блажен ты Симон Сын Ионин Потому что Не плоть и кровь Открыли тебе Это Но Отец мой Сущий На небесах И посмотрите Настолько Он это Оценил Что сразу Назвал его Камнем Я говорю тебе Ты Петр Это такая вера Понимаете У него Настолько Вера Каменная Что он говорит Ты Петр И на этом Камне Я создам Церковь Мою И врата Ада Не одолеют Веру Врата Ада Одолеть не могут Веру Которая основывается На том Что Отец На небесах Говорит И врата Ада Не одолеют И дам тебе Ключи Царства Небесного И что Свяжешь На земле То будет Связано На небесах И что Разрешишь На земле То будет Разрешено На небесах Вот так Бог ценит Такую веру Когда она Основывается На том Что ты Слышишь Духа Божьего Не все время Перепроверяешь Испытываешь Доказывайте Мне А ты веришь Сердцем Потому что Бог с тобой Говорит Но как часто Именно те Которые Не слышат Голос Бога Не уверены Не утверждены Не могут Принять Как же Они будут Двигаться Как же Будут Двигаться Стоять На месте В таком Случае Понимаете Нужно уметь Принимать Решение Сразу Слыша Голос Бога Вы знаете Бывают Такие моменты Когда надо Принимать Решение Сразу Надо Обратиться К Богу И услышать Некогда Брать Посты Молитвы Перепроверять Просить Вы за меня Тоже Молитесь Может Бог Вам Что-то Откроет А потом Еще Сказать Да нет Это не от Бога Потому что Я другое Хочу К сожалению И такое Есть Но Мои хорошие Бог Хочет Чтобы Ты Слышал Его Голос Он Голос Блажен Ты Петр Хотите Быть Блажен Откройте Сердце Для того Чтобы Слышать Голос Духа Святого Надо Слышать Надо Ходить Сердцем Знаете Сколько Раз Я Ходила Сердцем А не Умом Ум Мой Говорил Полностью Противоположно Потому что То Что Говорит Сердце Это Нереально Это Никакой Логики Не Подается Это Против Законов Может Быть Даже Всего Мира Но Сердце Говорит Делай И Иди Двигайся И все Вокруг Будут Говорить Ты Что Это Невозможно Да Возможно Если Сердце Говорит Если Ты Слышишь Духа Божьего Если Будешь Ходить Рассуждением Ты Уже Не Сердцем Ходишь Значит Ты Не Духом Но Бог Высоко Ценит Веру Петра Поэтому И Назвал Его Камнем И Сказал На тебе Церковь Буду Строить Не На Вере Фомы Никто Не Строит На Сомневающемся На Пощупающем Никто Церкви Строит Петрами А не Фомами Человек Должен Двигаться Верой Совершать Подвиги Верой А не Неверием Неверием Подвиги Не Совершаются Если Вы Чувствуете Что Пока Не Увижу Пока Не Почувствую Вот Такая Вера Это Не То Что Господь Хотел Б От Нас Если Не Получу Подверждение Я Не Могу Это Невера Иисус Сказал Не Будь Неверующим Не Будь Неверующим Слушайте Сердце Ваше Сердцем Надо Слышать Духа Божьего Не Плодь И Кровь Открыли Тебе Это Но Отец Мой Сущий На Небесах Не Твой Мозг Не Твой Ум Не Твоя Логика Не Твоя Ученость Духовные Вещи Это Не Открывает И Никто Таким Образом Не Идет За Иисусом Только Духом Но Вы Знаете К сожалению Вот Такие Как Фома С той Верой Всегда Гнали Тех Которые Двигаются По Духу Потому что Не Понимают Что происходит Не Понимают И Начинают Гнать То Духовные Вещи Гонят Посмотрите Как Интересно Сказал Павел Первый Карифлян Два Девять Шестнадцать Но Как Написано Не Видел Того Глаз Не Слышало Ухо Не Пришло То На Сердце Человеку Что Приготовил Бог Любящим Его А Нам Бог Открыл Это Духом Святым Ибо Дух Все Проницает И Глубины Божьи Ибо Кто Из Человеков Знает Что В Человеке Кроме Духа Человеческого Живущего В Нем Так И Божьего Никто Не Знает Кроме Духа Божьего И Дальше Смотрите Но Мы Приняли Не Духа Мира Сего А Духа От Бога Дабы Знать Дарованное Нам От Бога Что И Возвещаем Не От Человеческой Мудрости Изученными Словами Но Изученными От Духа Святого Полученными От Духа Святого Соображает Духовное С Духовным Почему А потому Что Душевный Человек Не Принимает Того Что Духа Божьего Потому Что Он Почитает Это Безумие Вот Так И Фома Подумал Да Это Безумие Как Это Он Мог Тут Оказаться Пока Раны Не Увижу Пока Пальцы Не Засуну Как Я Поверю Вообще Что Вы Так Говорите Вот Она Вера Фомы Почитает Безумие И Не Может Разуметь Потому Что О Сем Надо Судить Духовно Но Духовный Судит О Сем А О Нем Судить Никто Не Может И Кто Познал Ум Господин Чтобы Мог Судить Его А Мы Имеем Ум Христов Павел Замечательно Осветил Вот Эту Часть Через Это Послание Он Показал Просто Что Все В Библии Написано И Об Иисусе Христе Вся Библия Говорит Весь Ветхий Завет О Его Пришествии Все Там Было Сказано И Что Распнут И Что Злодеем Будет Причтен Но Понять Это Можно Было Только Духом Но Неизученными Словами Понимаете Они все Знали Писание Но Ничего Не Узнали Ничего Не Увидели А Почему Петр Увидел Духом Святым Можно Было Узнать Духом Божьим Можно Было Узнать Свидетельство Надо Иметь Понимаете И Сегодня Бог Открывает Это Духом Святым Потому Что Он Все Проницает Все Проникает И Глубины Божьи Наши Глубины Надо Слышать Его Откройте Ушки Своего Сердца Расположитесь К тому Чтобы Слышать Господа Чтобы Иметь Откровение От Него Бог Наш Немолчаливый Он Говорящий Бог Он Хочет Общаться С каждым Из Вас Не Только Отсюда Он Хочет Общаться С Вами Когда Вы Дома Но Если Вы Закрылись От Него Боитесь Дрожите Вдруг Не Тот Голос Скажет Все Перепроверять Буду Зачем Будете Пугать Ты Боишься Услышать Его Голос Мои Дорогие Как Я Хочу Чтобы Слышали Голос Божий Чтобы Церковь Вся Была Духовная Чтобы Вы Все Делились Духовными Вещами Дополняя Один Другого А не Трусли Бы Не Боялись Бы Ой Вдруг Это Не Тот Дух А Вдруг Где Это Написано Все Есть В Библии Только Дух Дает Этому Значение Открывай Духовные Вещи Плотские Христиане Не Понимают Не Вмещается А Раз Не Вмещается Значит Это Что Безумие И тот Кто Говорит Безумный И что Это Вызывает В Человеке Противление Вот Что Обидно Понимаете И Фома Не Мог Поверить Ему Пришлось Еще Прожить Какое-то Время И Научиться Чтобы Перестроиться Потом Он Уже Пошел И Стал Духовной Личностью Такой Что Стал Совершать Духовные Вещи Но В этот Момент Не Смог Потому Что В этот Момент Ему Было Тяжело Духом Это Все Воспринять Сердцем Это Ему Тоже Показалось Безумием Что Воскрес Пришел С ранами Вы Что Говорите Это Вообще Нереально Это Не По Слову Знаете Почему Я Хочу Говорить Об этом Потому Что Сейчас Когда Сойдет Слава Божья Многое Бог Хочет Совершать Может Я Буду Безумно Ваших Глазах Не По Слову Потому Что Мы Можем Ограничивать Бог Так Не Может Бог Не Может А Знаете Сколько Чего Он Сделал Что Написано Не Вошло В Писание Не Хватило Бы Книг Записать Все Дела Его Мы Можем Писать Дальше Дела Божьи Не То Как Он Пришел Как Распяли Не Евангелие А Дела Дела Духа Святого Понимаете Потому Что Он Не Будет Повторяться Я Вам Скажу Что Вера Не Нуждается В Доказательстве Она Основывается На том Что Дух Открывает Дух Святой Это Вера Когда Ты Двигаешься По Слову Духа Божьего И Помните Дух Божий Хочет Нас Вести Хочет Всю Церковь Вести Я Хочу С Вами Немножечко Еще О Чем Поговорить Есть Вера Есть Уверовавшие Есть Верующие Есть Уверовавшие Я Отделю Все Таки На Это Потому Что Иисус Сказал Будете Веровать И Креститься Кто Будет Веровать И Креститься Спасен Будет Но Кто Уверует Уверовавших Будут Сопровождать Сие Знамения Вы Знаете Именем Моим Будут Изгонять Бесов Те Которые Поверили Покрестили Спаслись Получили Спасение Слава Богу Но Те Кто Уверовали Утвердились Они Будут Совершать Знамения Потому Что Они Уже Пошли Сердцем Двигаться Слышат Духа Святого Стали Водимыми Духом Божьим Пока Ты Не Станешь Водимым Духом Божьим Как Бог Будет Тобой Пользоваться Но Если Человек Все Реме Говорит Покажи Где Написано Докажи Где Написано Мои Дорогие Вот Пришел Человек За него Надо Молиться Я Буду Бегать А Где Написано Могу Руку Возложить Или Нет Могу Палец Засунуть В Ух Или Нет Вы Знаете Сколько Вещей Писалось Потому Что Они Двигались Духом Божьим Они Совершали Духовные Вещи И Это Занесено В Писание Они Не Потому Это Совершали Что Это Было Написано Ими Бог Писал Возьмите Елисея Возьмите Елисея Как он совершал Чудеса Когда Топор Упал В речку Железный Топор Где Было Написано Что Надо Бросить Туда Ветку От Дерева Чтобы Он Сплыл Никто Такого В Библии Не было Написано Он Не Стал Думать Подождите Подождите Я должен Посмотреть Написано Он Получил От Бога От Духа Божьего Знамение Понятно Что Эта Палка Ничего Не Сделала Он Был Просто Послушан Духу Божьего Сказал Брось Туда И Топор Сплыл Вы Понимаете А если Следующее Место Когда Сказано Было В котле Отрава Яд В котле Он Брось Туда Муки Ну и что С мукой Отраву Есть А Он Говорит Не Будет Яда Где Это Написано В Каком Месте Писание Чтобы Я Это Сделал Вы Понимаете Что Такое Вера Имя Писание Написано Верующими Написано Писание Те Которые Научились Доверять Богу Духу Божьему Доверять А Как Будешь Доверять Голос Знай Просто Знать Голос Как Вы Будете Двигаться В Духе Если Вы Не Будете Знать Его Голос Я Верю Бог Ввел Эту Церковь Все 25 Лет Верой И Дальше Будет Вести Верой Но Больше И Больше Будет Зависеть От Веры Мои 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 Депен Дон Фейф